Я приглашаю к микрофону Николая Поповича. Он расскажет нам, что же такое клиентократия и, собственно говоря, как можно просчитать бизнес-кейсы. Всем добрый день. Так, все вроде работает. Смотрите, у меня должность называется вообще управляющей изменениями. Я отвечаю за систему управления в компании. И так как система называется клиентократия, то я какое-то имею отношение к клиентам, что-то там про это знаю. И сегодня я хотел рассказать про то, как мы вообще выдерживаем баланс между сервисом и клиентами и расходами, которые мы на них тратим. Я обычно очень долго и нудно рассказываю про систему управления, про предпосылки, почему она именно такая, почему вкусвил ее выбрал. В этот раз у нас время сильно ограничено. Мне коллеги сказали, надо больше про кейсы рассказывать. Я постараюсь минутки за две рассказать, почему такая система управления. А дальше перейдем к кейсам и попробуем уже на них посмотреть реальность. Это, по сути, такие ларьки, где мы продаем молочную продукцию. И где-то к 12-му году нам покупатели говорят, что все, конечно, здорово, но хочется, чтобы с тем же качеством, с тем же подходом, с теми же составами были и другие категории. Можно было бы купить и мясо, и сухую полку. Все, что обычно покупатель находит в стандартном супермаркете. И мы открываем оффлайн. С этого момента начинается история вкусвилла. Мы активно растем и подходим к 20-му году. 100% оффлайн-компания, 100% оффлайн-бизнес. Никакой речи про онлайн нет. И тут у нас пандемия. Им понятно, что мы идем вслед за нашим клиентом, понимаем, что для него появляется суперновая ценность. Это не выходить из дома и получать товар через курьерскую доставку. И вот с 20-го года до текущего момента сейчас онлайн – это чуть больше 50% от бизнеса вкусвилла. И мы понимаем, что по темпам роста, конечно, и онлайн сильно быстрее растет, чем оффлайн. И на этом мы делаем ставку. При том, что выручка компании уже превысила 300 миллиардов, мы продолжаем расти и увеличиваем темпы роста. Если в прошлом году мы закончили, по-моему, 26,9% роста, то в этом году первое полугодие 33% роста. Ну и продолжаем двигаться дальше. Почему это так? Почему нам это удается? Потому что, по сути, вся компания настроена на работу на клиента. И это касается не только наших продавцов, это касается всех подразделений утрекомпании, включая бухгалтерию, конечно, которая находится далеко очень от клиента. Смотрите, в чем разница, да? В чем концептуальная разница и разница подходов? Вот тут, может быть, кто-то скажет, что мы там сумасшедшие. Значит, первая история. В 99% компаний есть классическая система менеджмента, которая подразумевает под собой иерархию, KPI, описание бизнес-процессов, должностные инструкции, регламенты процесса. Все, мне кажется, кто здесь сидит, все об этом прекрасно знают. И, конечно же, то, что постулируется компания, что основная цель компании – это прибыль и максимизация ее в текущем моменте. И, по сути, к людям же внутри компании относятся скорее как к ресурсам, которые нужны, которые ты правильно поставишь в механизм. Он начнет работать, перемалывать их, как-то прокрутиться, и компания должна стать от этого лучше. Мы же говорим, что Beyond Taylor – название нашей системы управления. То есть не только Taylor, что здесь что-то за пределами Taylor. Что вся компания – это живой организм, который создан для того, чтобы люди, приходящие внутри компании, смогли раскрывать свой собственный потенциал, а не пытаться их заточить под какие-то рамки. И что самое важное, что цель все-таки компании – это донести какую-то ценность до конечного потребителя и как-то поменять отрасль, что-то сделать новое, как изменится жизнь человека к лучшему. И действительно, это в первую очередь то, чем занимается компания. И чем это отличается от классической компании? Мы тоже думаем про клиентов. Нет, это на очень тонких нюансах, когда мы принимаем внутренние решения в компании, мы в первую очередь должны принимать решение, исходя, а будет ли хорошо то, что мы делаем сейчас для клиента, или это мы просто делаем для того, чтобы заработать больше денег. И тут часто мне спрашивают, пишут вопросы, что вы, наверное, что-то с вами не так, потому что как же деньги, а где же деньги? Ну и правильный абсолютно вопрос. Конечно, ни одна компания не может жить без денег, это невозможно. Но деньги – это всего лишь показатель той ценности, прибыли – это показатель той ценности, которую вы даете клиенту. И они в первую очередь используются для того, чтобы как можно большему количеству клиентов дать те ценности, которые мы даем уже сейчас текущему. Как можно быстрее развиваться, как можно большему количеству клиенту дать возможность то же самое пробовать. Вот смотрите, я не знаю, насколько видно с задних рядов. Я вот мне отсюда, видно же, что там внизу написано. Смотрите, я просто хочу объяснить, в чем смысл баланса сервиса и сдержек. Смотрите, вот это перед вами, это стратегическая канва компании «Вкусово». Она сильно упрощенная, здесь там больше ценностей, но внизу мы видим те ценности, за которые нас выбирает покупатель. И что здесь важно? Вот есть специальная градация от 0 до 6. Ну понятно, что шестерочка – это что-то exceptional, что-то выдающееся. И мы говорим, что смотрите, чем мы отличаемся, вот мы сравним себя с рынками, куда покупатель может пойти что-то купить, и с стандартными классическими федеральными сетями, где покупатель точно так же покупает продукты питания. Первое. Частота состава. Понятно, что мы сильно выше других. По свежести, по сервису мы выше, чем остальные. Но при этом мы говорим, что мы никогда не сможем быть доступными, у нас никогда не будет полный ассортимент, просто мы не можем его физически сделать. Придя в любую пятерочку магнит, там, конечно, будет гораздо больше ассортимент, чем у нас. Ну и доступность по цене, конечно, у нас сильно хуже. Почему? Потому что для того, чтобы сделать вот эти ценности, дать покупателю, нам нужна более высокая цена. И это, по сути, тот показатель, насколько покупатель готов платить дополнительную стоимость за вот эти ценности. Это очень простая история. Если эта ценность действительно нам нужна, он и будет готов за нее платить больше. Если он будет готов за нее платить больше, мы можем оказывать больше сервиса. Это сводится все в одно. Но в чем есть нюанс? Что вы должны действительно сильно отличаться от тех конкурентов, которые есть на рынке. Потому что если вы вдруг нарисовали свою стратегическую канву, и оказалось, что она выглядит точно так же, как у вашего конкурента, что это означает? Что вы, по сути, будете бороться по цене. Все. И как только вы начинаете бороться по цене, вы занимаетесь тем, что вы, чтобы снижать цену, вы снижаете качество. И вот в этом круге, в постоянном ухудшении качества, уменьшении цены вы живете. Ни к чему хорошему это не приводит. Смотрите. Переходя к кейсам, что хотелось бы донести. По сути, мы всегда работаем в балансе трех показателей. И это вот то, что здесь сейчас на экране. Это для каждой команды вкусвилла релевантно. Любую команду, которую не возьми, у нее есть баланс из этих трех показателей. И они в них живут и принимают решения, исходя из них. Значит, первое, что мы должны сделать. Первое, мы должны обеспечить качество. Ну, то есть, когда я говорю качество, это вот любое из тех ценностей, которые вы видели здесь. Должна быть какая-то очень хорошая, там, показатель по этой метрике. Должна быть хорошая динамика. Не знаю, там, NPS. Да, там, не знаю, количество жалоб на миллион выручки, там, по качеству. Ну, что-то такое, да. Вот это то, что мы их оцениваем. Второе, это насколько мы это делаем эффективно, да, насколько мы тратим на это денег. И третье, а насколько мы при этом растем. И, по сути, наша задача, вот задача каждой команды, жить вот в этом балансе и самостоятельно принимать решение, в какой момент нужно куда сдвинуться в зависимости от ситуации. Сейчас я попробую вам показать несколько, там, кейсов, которые с нами происходили, да, по ходу нашего развития. Попробуем на них разобрать. Вот, смотрите, вопрос про сервис в магазине, да. Он очень тесно коррелирует с тем, сколько у тебя людей в магазине на выручку, да. Там, прямая, практически, корреляция. И ты вот принимаешь решение, а что тебе нужно сделать, сколько тебе нужно человек в магазине, да, и рассчитываешь, какая выручка должна быть на человека, какой ты сервис хочешь. Вот, и тут всегда вопрос про сравнение. А действительно ли покупатель готов платить за этот дополнительный сервис? И понятно, что если мы поставим 10 тысяч на человека, то у нас будет в магазине работать, не знаю, 15 там человек, да, например, в некоторых магазинах и там 50 человек будет работать в день. И вот вопрос, покупателю становится от этого лучше, он готов платить за этот сервис, да, или если там будет в два раза, там, в три раза меньше людей, он будет тратить те же самые деньги, и ты не можешь повысить цену. Вот это очень важный вопрос, который предстоит решить. И, по сути, ну, вот как это делается, конечно, это делается через тесты. И у нас был, мы, конечно, начинали вот отсюда, мы действительно считали, что покупателю нужен суперсервис, да, и мы там в магазин выводили большое количество людей, чтобы они помогали покупателям ориентироваться в продуктах. И, знаете, мы этот тест закончили тогда, когда мы по камерам видели, когда у нас покупатели бедного в уголке зажали три продавца и пытались им что-то продать. Ну, вот, в этот момент как бы этот тест завершился. Ну, понятно, да, вот эта история вообще-то неадекватна была, да, как бы ситуация. Вот, и потом ты начинаешь потихонечку-потихонечку, ты снижаешь его, смотришь, до какого уровня ты этот сервис можешь снизить, чтобы покупатель продолжал у тебя так же покупать, и ему хватало этого сервиса. Когда дальше дополнительный человек вообще не несет никакой пользы человеку, он его там раздражает, он ему не нужен. И вот так ты принимаешь решение. Следующий кейс, вот это вообще история прям совсем недавняя, да. Есть доставка, да, и там, ну, покупатель есть какое-то желание, он хочет там получить товар. Вопрос, там, за два часа, за час, за 45, за 30 минут? Два часа у нас была базовая история, как только мы начинали делать сервис, да, как только мы запускали онлайн, у нас была базовая история, два часа доставка. И наше вот это решение, что это не три часа, и это не час, мы не пойдем туда, позволило нам в первую очередь, мы нашли здесь золотую середину, когда мы быстро росли, но при этом мы стали эффективными, онлайн стал прибыльным. Это позволило нам вот именно доставка два часа, не час, потому что, ну, час было невозможно сделать, это огромные затраты. Вот в прошлом году мы поменяли, у нас было 99% покрытия Москвы, доставка за один час. Вот, это нам стоило определенных денег. И вот сейчас у нас там в начале этого лета встал вопрос, а что дальше? Нам нужно 45 минут или 30 минут идти? И мы запустили тест, да, взяли несколько районов и посмотрели, если мы там, неважно, сколько нам это будет стоить, давайте посмотрим, что изменится в поведении покупателя, если мы сделаем 45 или 30 минут. Здесь произошла очень интересная вещь. Мы увидели, что когда мы доставку делаем 45 или 30 минут, у нас расходы, ну, примерно возрастают на где-то 25-30% на доставку. Но при этом, когда мы делаем с часа до 45 минут, поведение покупателей никак не изменяется. Оно абсолютно одинаковое с тем, как они заказывают за час. Но как только ты делаешь бесплатную доставку за 30 минут, темпы роста примерно на 15% выше, чем по всей сети. И очевидно, что вот эта прибавка в 20% стоимости легко компенсируется 15% темпами роста выручки. Вот по сути ты вот в этом балансе и принимаешь решение, а куда тебе нужно идти, в какую сторону ты двигаешься. И про лояльность. Вот есть история про возвраты, да, то, что мы принимаем возвраты без чек, там вообще можно в приложении написать, что я хочу уже на товар, вы получите деньги обратно в магазин, прийти там товар сдать. Вот. В чем тут история? Смотрите, это же про с одной стороны сервис, а с другой стороны это вложение в лояльность. То есть по сути вот мы сейчас знаем, что нам вот эти возвраты стоят 0,5% от выручки. Но при этом мы получаем огромное количество обратной связи, которая нам помогает улучшаться постоянно и понимать вообще температуру, а что у нас происходит с нашими продуктами. Это, в вторую очередь, конечно, нравится покупателям, они, конечно, довольны. Тут возникает такая история с доверием, что они понимают, что если даже что-то будет не так, они всегда вернут, и не будет никаких вопросов по возврату денег. То есть они себя чувствуют защищенными. Но самое интересное, что есть у нас метрика, которую мы считаем нашей одной из ключевой по взаимодействию с клиентами, что каждый раз, когда у нас какое-то есть обращение, жалобы, неважно что, покупатель должен начать покупать больше после жалобы. Вот он обратился к нам, и с некачественным товаром, не знаю, любой проблемой, неважно, с курьером что-то случилось, мы смотрим, насколько больше он стал покупать в следующем месяце. Это, по сути, наша основная метрика. Ну и последняя история. Это про счастливого сотрудника, который делает клиента тоже счастливым. Это, не знаю, моя большая боль, то, что я вижу во многих сетях, это штрафы, которые часто налагают на фронт персонал, который работает непосредственно с клиентами. Вы не представляете, насколько это сильно давит на человека, который, когда у него есть семья, которому надо прокормить, он рассчитывает на определенный уровень зарплаты, которую он получит, и в конце месяца ему говорят, что, слушай, а вот ты получишь на 20% меньше, потому что у тебя есть процессные штрафы. И вот в этот момент для человека абсолютно рушится вся история, зачем ему приходить на эту работу, зачем ему вообще думать про клиента, зачем вообще с этими людьми работать, что он здесь делает. И он ищет любыми способами, как компенсировать эти 20%. Штрафы, они вот сейчас, не знаю, я знаю, что во всей рознице они повсеместные, и это, мне кажется, тот бич, который больше всего влияет на взаимоотношения с клиентами, только клиент ощущает, как клиент первый это чувствует, что там есть штрафы. Ну и смотрите, я заканчиваю. По сути, про клиентократию, это наша система управления, она строится для всех подразделений на всей компании. Первый блок, это вот то, что я показывал, как понять, какие ценности есть для клиента, и чем мы там жертвуем, чтобы дать эти ценности. Следующая история, это а как с четвертого по шестой шаг, а как там не писать регламенты, должностные инструкции, KPI, вот как это вообще не делать. И седьмой и восьмой пункт, это про то, а как команде передать полномочия, принимать решения в том круге, который я показывал, где есть экономика, где есть рост, как сделать так, чтобы им не нужен был начальник, чтобы они сами могли искать эти решения. Ну вот и все. И если кому интересно узнавать про клиентократию, можете там телеграм-канал, мы туда постим постоянно какие-то кейсы, какие-то там истории про то, а как управлять по-другому. Спасибо. Николай, большое спасибо. Я хотела личный вопрос задать. Буквально недавно прошла новость по поводу того, что вы запустили сбор в торсырья с доставкой. И вот как раз в продолжении темы осознанного потребления, расскажите, пожалуйста, это про что? Это про монетизацию? Это про экологию? Про экологию? Про что? Нет, у нас же было совершенно… Сначала был тест, это про то, что людям вообще это нужно, что они хотят вообще заниматься этим, что они будут отдавать. Потом мы поняли, что действительно это пользуется спросом. И мы там проводили исследование, мне кажется, 2-3 года назад, и у нас была вот эта ценность, что забота о себе и о будущем, как основная ценность для наших покупателей, мы поняли, что без этого никуда. То есть дальше мы точно этот тренд видим, и он точно все увеличивается. Спасибо большое. Так, теперь задам вопрос из зала. Какие инструменты вам помогают понять клиента? Что конкретно ему нужно в части сервиса в тот или иной период времени? Ну, это вообще регулярнейшая обратная связь. То есть все построено на обратной связи, на сборе ее, чтобы клиенты могли любым способом ее оставить, без вообще каких-то там проблем. И много каналов для этого делаем, но и сами активно это делаем. Мы сами активно опрашиваем, в первую очередь проводим кастдевы, фокус-группы. Вот это основное вообще. Мне кажется, что мы в этом действительно стали суперпрофессионалами. Именно сбор обратной связи и обработка. А искусственный интеллект используете? В сборе обратной связи нет. Ну, вообще в целом. В целом, да. В целом у нас есть искусственный интеллект, который работает на всякие там, не знаю, антифрод истории, какие-то такие вещи. Но сказать, что это повсеместно используется в компании, нет. Хорошо. Большое спасибо. А можно добавить? Про искусственный интеллект. Вот у нас, Сережа, все это будет в сессии по технологии. И мы расскажем делиться, как используется. Вот, круто. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.